МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Новости сегодняшнего дня в репортажах корреспондентов информационной службы телекомпании Альметьюск ТВ в студии Елена Марданшина. Главные темы выпуска. Скоро здесь зазвучат звонкие голоса, овации и звуки народных инструментов. В Альметьевском районе строит новый сельский клуб. Всем поставлена задача, чтобы уже до сентября месяца завершить эти обед. В Альметьевске заметно выросли цены на продукты питания. Жители возмущаются, специалисты проводят ценовой мониторинг и принимают меры по стабилизации цен. Если я, например, раньше выходила за 500 рублей на ежедневно что-то могла купить, сейчас мне уже нужно в карман класть тысячу. Веселые соревнования по знанию правил дорожного движения против невеселой статистики по детскому травматизму. То есть продолжают дети страдать в дорожно-транспортных происшествиях, где, конечно, главными виновниками являются их родители. Долгие годы жители села Калейкино ходили на огонек старого сельского клуба. За время существования культурный центр поселения сильно обветшал. Потому, когда калейкинцы узнали, что в их селе будет построен новый клуб, это стало приятной новостью для каждого. Кирпич за кирпичом в селе Калейкино строится дом культуры. В прошлом году был заложен фундамент будущего здания. Уже сегодня строители приступили к возведению стен. Пока сложно представить, каким будет новый клуб. Но сами размеры застройки впечатляют. Оно и понятно, ведь на всей площади нужно будет разместить и концертный зал на 300 мест, и дополнительные помещения для творческих кружков. Клуб строится по республиканской программе. В республике Татарстан в этом году 33 программы у нас реализовываются. Альмирский муниципальный район фактически во всех программах принимает участие. Мы находимся сейчас на строительстве клуба, рассчитанных на 300 мест. Фактически мы фундамент с осени подготовили, а сейчас уже работа начата по кладке. Даже зимой в Альмирском районе полным ходом идет строительство. В микрорайоне «Дружба» началось строительство нового детского сада на 260 мест. Готов фундамент, заказаны железобетонные конструкции. В начале февраля строители планируют начать поднимать стены. По проекту детский сад будет совмещен с начальной школой. Согласно плану, он будет сдан в эксплуатацию осенью этого года. И хотя строительство находится на начальной стадии, члены Городостроительного совета уже решают, в каких цветах будет оформлен детский сад. Проекты цветового оформления были рассмотрены на одном из прошедших совещаний. При их разработке учитывалась основная цветовая гамма жилого сектора и то, что обитателями этого здания впоследствии станут самые маленькие альметьевцы. А вот здесь уже можно планировать скорое новоселье. Детский сад, построенный в микро районе Поле чудес, рассчитан на 140 мест. Стоимость объекта – 100 миллионов рублей. В здании сегодня работают бригады строителей-оделочников. Всем поставлена задача, чтобы уже до сентября месяца завершить эти объекты, потому что графики производства работы составлены таким образом, люди с пониманием относятся. В прошлом году в Альметьевске были введены в эксплуатацию два детских сада – в микрорайонах «Западные ворота» и «Ешлек». На сегодняшний день все дети старше трех лет обеспечены местами в детских садах. Ждут своей очереди более двух тысяч детей в возрасте от полутора до трех лет. Альметьевцы возмущены ростом цен на продукты питания. Цифры на ценниках выросли в разы. Теперь каждый день не побалуешь себя фруктами или овощами. Они ощутимо бьют по карману покупателей даже цены на продукты первой необходимости – крупы, молоко, подсолнечное масло. Скачок цен случился перед Новым годом. Здесь сыграли свою роль и санкции против России. Как в Татарстане сдерживают цены, узнала наша съемочная группа. После Нового года к продуктам в магазинах не подступишься. По словам покупателей, цены на них выросли от 5 рублей и выше, в том числе и на товары первой необходимости. Теперь приходится ограничивать себя в желаниях. Прежде чем купить, например, фрукты, овощи или даже гречку с рисом, необходимо пересчитать содержимое кошелька. Только после этого решить, сделать покупку или повременить. Если я, например, раньше выходила за 500 рублей на ежедневное что-то могла купить, сейчас мне уже нужно в карман класть тысячу, чтобы я необходимые вещи купила, которые на день-два – молоко, фрукты и так далее, все, что необходимо. Ощутимо. По сравнению с другими магазинами, ну можно выбрать же, пожалуйста, как говорится, можно подсчитать, рассчитать. Ну, естественно, моя зарплата не позволяет мне все подряд брать. Я работаю в бюджете, то есть приходится выбирать, но есть из чего выбрать. Мириться с ситуацией рядовые покупатели не стали. Они неоднократно обращались в соответствующие службы. Их обращения были услышаны. Тем более во времена санкций, которые против России вели страны Европы и Америка. Отсюда спекуляции с ценами в магазинах, а в последующем и прокурорские проверки. Был отмечен рост на отдельные продукты питания, в том числе социально значимые продукты питания, несмотря на предпринимаемые органами исполнительной власти, мерами. По словам старшего помощника прокурора, проверки будут проводиться постоянно. Так, с 21 по 23 января этого года комиссия в составе представителей Альметьевской прокуратуры, Роспотребнадзора, Госалкоголинспекции, Росельхознадзора и Исполкома проверила цены в нескольких магазинах города и района. По результатам проверки нами будут приняты соответствующие меры реагирования. Возможно, это будут меры административного воздействия, как минимум профилактические меры. Насколько предпринимаемые меры эффективны, покажет время и содержимое кошелька горожан. Размер содержимого будет зависеть в том числе и от ценников в магазинах. Они сегодня нестабильны. Изменения, увы, не в пользу покупателей. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевс ТВ. Новогодние праздники позади, а вот у бизнесменов каникулы только набирают обороты. Право начинать свою деятельность с налоговых каникул дает им федеральный закон о внесении изменений в часть 2-ю Налогового кодекса России, который вступил в силу с 1 января 2015-го. В частности, в документе говорится о том, что впервые зарегистрированные предприниматели два года могут не платить налоги. Это касается только тех индивидуальных предпринимателей, кто применяет упрощенную или патентную налоговую систему. Какие еще перемены ждут бизнеса в 2015 году? Об этом альметьевским предпринимателям рассказали специалисты налоговой службы. В числе важнейших новшеств – рост минимального размера оплаты труда. Также работодателей ждут изменения в области пенсионного законодательства. Помимо этого, меняется и правило, касающееся нарушения требований трудового законодательства. Весна 2015 года для управляющих компаний – время серьезных перемен. Руководителям этих организаций предстоит сдать квалификационный экзамен. Те, кому не удастся пройти тестирование, не смогут получить лицензию, а соответственно и продолжать работать. Но даже получивший лицензию может ее лишиться. Каковы условия дальнейшей работы и как ношество может отразиться на жителях, разбиралась Ольга Степанова. Директоров управляющих компаний взяли под контроль. Теперь, чтобы работать дальше, им предстоит сдать квалификационный экзамен. Они пройдут компьютерное тестирование. Из 100 вопросов за 20 минут необходимо ответить верно на 86 и более. Далее жилищные инспекции проверят тесты и решат, выдавать лицензию или нет. В случае, если до 1 апреля не получены лицензии управляющим компаниям, тогда с 1 апреля до 1 мая муниципальные образования должны принять решение о смене формы управления теми домами, которые управляют управляющие компании, не получившие лицензии. Без лицензии управляющие компании не смогут работать. Но даже если директор сдал экзамены, то в будущем его поджидает немало подводных камней. Удержать в руках бразды правления будет непросто. Даже две жалобы от жильцов в жилищную инспекцию, которые не будут устранены вовремя, также приведут к лишению лицензии через суд. Процедура лицензирования достаточно полезна для нас будет, для правящих компаний. Позволит нести больше контроля в деятельности правящих компаний. Больше полномочий даст, более таких жестких, я бы сказал, контролирующим органам. Ну и придет в порядок в нашей сфере деятельности. Хотя большинство директоров управляющих компаний согласны с принятыми мерами, но у них остается много вопросов. Например, что касается сезонных работ. Ремонт крыши не сделаешь зимой. Также в холодное время невозможно заняться покраской или побелкой дома. Вообще, что делать с домом, где много должников, и он не стоит в планах? У нас плановый текущий ремонт мы составляем согласно графику. Если, значит, в этом случае, значит, у нас могут эти работы просто выпасть. Те жалобы, например, которые появились, могут эти запланированные работы перейти на второй план. Против управляющих компаний будут применять и штрафные санкции. За нарушение правил содержания и ремонта жилых домов, а также невыполнение законных предписаний, предстоит заплатить штрафы от 50 до 300 тысяч рублей. А должностных лиц плюс к штрафу еще и дисквалифицируют на три года. Ольга Степанова, Николай Быков, Альметьевс ТВ. Около 87% населения, закрепленных за Альметьевской центральной районной больницей, прошли в прошлом году диспансеризацию. Напомним, что всеобщая диспансеризация проводится раз в три года для каждого возраста. Минздрав был вынужден прибегнуть к таким мерам из-за роста сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Инсульты, острый инфаркт миокарда, сахарный диабет и туберкулез – это только некоторые заболевания, которых можно было бы избежать, регулярно проходя комплексный медосмотр. На выявление этих заболеваний на ранней стадии и направлена диспансеризация. Опасность подобных болезней в том, что они не сразу проявляют себя. Человек не знает, что он болен, а поэтому не обращается к врачу. Стоит ли проходить диспансеризацию? Статистика по выявленным в прошлом году заболеваниям говорит сама за себя. И это только пациенты центральной районной больницы. Так что избегать диспансеризацию, ссылаясь на занятость или другие причины, значит рисковать своим здоровьем. Не выявленное вовремя запущенное заболевание может сделать человека инвалидом и даже повлечь за собой смертельный исход. Пожалуйста, приходите. Проходите диспансеризацию. Она именно для вас, не для медиков. А мы в свою очередь постараемся по мере своих возможностей максимально комфортно, быстро проводить вам вот эти все виды обследований и давать заключения, рекомендации по дальнейшему образу жизни, по лечению, возможно, если выявлены какие-то отклонения. Чтобы пройти диспансеризацию, нужно просто прийти в поликлинику по месту прикрепления. Как правило, для таких пациентов предусмотрен особый порядок приема. Эдуард Прокопьев, Николай Быков, Альметьевск ТВ Альметьевцы стали призерами в зимнем чемпионате республики по пожарно-прикладному виду спорта. Причем для того, чтобы возглавить турнирную таблицу, сборной команде не хватило доли секунды. В спортивном режиме участники и организаторы 26-го зимнего чемпионата жили на протяжении двух дней. Всего под своды Альметьевского манежа прибыло 9 команд. Первый день был посвящен преодолению 100-метровой полосы с препятствиями. На второй день соревнований участникам пришлось подниматься в окно учебной башни по штурмовой лестнице. В результате замкнули тройку призеров столичные спортсмены из КФК-5. С минимальным отрывом от лидера на втором месте обосновались альметьевцы из КФК-2. Победу одержала сборная КФК-1 из Нижнекамска. Помимо медалей и денежных призов, лучшие спортсмены получили путевку в сборную республики. В честь Татарстана они будут отстаивать уже в начале февраля в Казани, где в борьбе за кубок премьер-министра республики сойдутся сильнейшие команды России, сообщает пресс-служба второго отряда противопожарной службы. О чем мечтает инспектор ГИБДД, находясь на службе, и что послужило транспортным средством сказочному герою Емели? На эти вопросы предстояло ответить участникам соревнований на призы Деда Мороза, главной темой которых были правила дорожного движения. О том, кто принимал участие и кто стал победителем, расскажет наш корреспондент. С первого раза Дед Мороз детей не услышал. К Снегурочке присоединился другой персонаж детских сказок Баба Яга, но не простая, а хорошо разбирающаяся в правилах дорожного движения. Она и открыла викторину, в которой всем участникам нужно было ответить на вопросы. Слушаем, о чем мечтает инспектор ДПС находясь на службе? В конкурсе принимает участие 6 команд по 6 человек в каждой. Вот уже второй год подряд он проводится управлением образования, дирекцией финансирования научных и образовательных программ по безопасности дорожного движения Республики Татарстан совместно с ГИБДД. Наверное, главная цель этого мероприятия – это объединение наших стремлений, желаний обеспечить и формировать у детей, и у студентов, и у родителей навыки безопасного поведения на дороге и вообще по обеспечению жизнедеятельности. Чтобы ребята знали правила дорожного движения и родители, это, как говорится, мероприятие поколения, тут и участвуют и родители, и дошкольники, и школьники, и воспитатели, и учителя. Сборные команды – учителей, воспитателей, родителей и дошкольников. Приняли участие в соревнованиях и студенты – представители Альмитевского физкультурного колледжа. Одни конкурсы включали в себя задания на знания правил дорожного движения, другие проверяли детей и взрослых на ловкость и быстроту. Маленькие участники справлялись и с тем и с другим. Например, уже в этом возрасте они хорошо знают дорожные знаки. «Главная дорога, уступи дорогу, движение без остановки запрещено. Знайте приоритеты». В перерывах между конкурсами дети радовали зрителей и участников музыкальными номерами. Но затем Дед Мороз все-таки появился. Сначала устроив большой хоровод вокруг маленькой елки, а затем организовав веселый музыкальный флэш-моб, в котором приняли участие взрослые и дети. Несмотря на праздничный характер конкурса, специалисты напоминают, проблема детского травматизма на дорогах гораздо более серьезна. В этом году в Альмитевском районе уже произошло пять дорожно-транспортных происшествий с участием детей. «То есть продолжают дети страдать в дорожно-транспортных происшествиях, где, конечно, главными виновниками являются их родители, потому что мы требуем, чтобы детей перевозили только в детских удерживающих устройствах, не оставляли их без присмотра у дороги. Естественно, проводили пропагандистскую работу среди детей, среди родителей, среди педагогов именно по безопасности жизнедеятельности». По итогам соревнований учителя стали сильнее воспитателей. Дети дошкольного возраста оказались удачливее детей начального звена, а в противостоянии родителей и студентов лучшими стали родители. Эдуард Прокопьев, Альмитевск ТВ. Это все новости на сегодня. А мы напоминаем, что на нашем официальном сайте продолжается голосование за участников конкурса «Свадебный переполох». Поддержите понравившуюся вам пару. До встречи в эфире на телеканале «Пятница Альмитевск». Субтитры подогнал «Симон»